Всем привет! С вами канал Космостар. Юрий Лоза, советский и российский автор, исполнитель в жанре бард, рок, певец, композитор, поэт, песенник. Его визитная карточка песня плод. Как складывается личная жизнь и карьера звезды. Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Екатеринбурге. Его отец работал инженером, конструктором, а мама – бухгалтером. Вскоре после рождения Юрия семья переехала в Верхний Тагил. В школу он пошел в столице Казахстана, там же впервые проявил интерес к музыке. К 13 годам он самостоятельно обучился игре на гитаре и начал выступать на вечерах художественной самодеятельности. Окончив среднюю школу, Лоза поступил на геологический факультет в Казахский государственный университет, но спустя два года бросил учебу и ушел в армию. Вернувшись со службы он поступил в Алма-Атинское музыкальное училище. Однако и в этот раз он оставил учебу, так как переехал в Москву, где начал развивать карьеру гитариста, вокалиста. Переехав в столицу, Юрий начал выступать в местных ресторанах. Вскоре он начал работать в ансамбле «Калейдоскоп», из которого перешел в группу Бари Алибасова «Интеграл». В коллективе Лоза выступал на протяжении пяти лет, его огорчало, что за такое продолжительное время лишь одна его композиция была спета на концерте. После ухода из группы Юрий записал свой первый сольный альбом под названием «Путешествие в рок-н-ролл». Премьера сборника состоялась в 1983 году. Вскоре музыкантом была записана песня «Плот», которая впоследствии стала его визитной карточкой. После дебютного альбома Юрий вошел в состав группы «Зодчие», где за четыре года работы было написано более сотни песен. Многие из них вошли в репертуар коллектива. В 1986 году вышел сольный альбом Лозы «Любовь, любовь». Спустя год артист окончательно ушел из группы «Зодчие» и выступил со своим сольным концертом. Последний студийный альбом исполнителя «Заповедные места», был выпущен в 2000 году. В 2000-х годах Юрий начал сниматься в кино, его можно увидеть в картине «Умножающий печаль», ситкоме «Кто в доме хозяин» и комедийном детективе «Короли игры». В 2009 году Лоза попробовал себя в роли музыкального драматурга и написал пьесу «Культур», «Мультур». Юрий Лоза не оставляет без внимания программы и шоу, которые показывают по телевидению. Артист нередко комментирует происходящее на своих страницах в социальных сетях. Так однажды он высказался о программе Евгения Петросяна. Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета, написал Лоза в Facebook. Артист не прошел мимо и шоу «Голос» на Первом канале. По мнению артиста шоу постановочная и из него специально убирают сильных вокалистов. Делается это для того, как считает Лоза, чтобы наставники выгодно выглядели на фоне менее талантливых участников. Члены жюри очень слабенькие сами как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по первому каналу в Prime Time. Возьмите любой проект и покажите его в Prime Time, будет не меньшая популярность, а большая, сказал Юрий в интервью Царьграду. Также в январе 2020 года стало известно, что Лоза подал иск в суд на Первый канал за исполнение кавер-версии его хита «Плот» на шоу «Голос». Хамы, которые думают, что они такие важные, главные и вообще не должны никого ни о чем спрашивать. Что хотят, то и делают, сказал артист в беседе с изданием газета.ру. Юрий также высказал свое мнение о заявлении Александра Даниленко. Тот сообщил, что прекращает использование образа Верки Сердючки. Верка Сердючка была построена на гротеске. Любой гротеск быстро надоедает, если за этим не стоит красивая мелодия, красивые тексты, которые хочется слушать много раз. Пора закрывать, сказал музыкант в интервью РЕН-ТВ. Первой и единственной женой Юрия стала Светлана Мережковская. Она тоже была певицей, также она занималась редактурой песен супруга. В 1986 году в семье родился сын, которого назвали Олег. Он, как и отец, связал свою жизнь с музыкой. Окончил колледж имени Гнесиных и Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского. В настоящее время выступает как оперный певец.